Бедная родственница с богатой фантазией. Мошенницу, которая обманывала пожилых людей, начали судить в автозаводском суде. Гражданка Молдавии Людмила Стойко втиралась в доверие, представляясь забытой родственницей, ну племянницей, например. И бабушки с дедушками верили и отдавали ей последние деньги. Она представилась родственницей. Точно так. А муж не мог отказать, потому что у него очень трепетные отношения к своим родственникам. Так как наличных не было, то мы пошли в банк. Вместе с его и с моей книжки 100 тысяч рублей. Кроме того, у нас дома был сертификат на предъявителя 50 тысяч. Тоже так же наловят. В общем, я иду, она меня обнимает. Бабульненька, здравствуйте. Вы меня разве не узнали? Я говорю, да нет, вроде я не узнала. Ой, у меня такое дело получилось. Недостача, что ли, какая-то в деньгах. Ну, бабульненька, тут не здесь, не на уличный разговор. Пойдем домой. Все. Как она призналась, родственница. Это, как я посчитала, мужа племянница, дяди. И я, значит, ее тут же повела два шага от базара в мой дом. Зашли в меня все равно. Идем, я хочу ей помочь. Дед привел ее, значит, она к нему пристала. Он был в магазине. Открывается дверь. Он говорит, я тебе кого привел-то? Я говорю, кого ты мне привел? Твою племянницу из Германии, Олю. Я посмотрел так на нее, говорю, вообще-то вы не Оль, конечно. Я говорю, я вас не узнаю. Да ведь, ну, тетя Валя меняется. Люди-то изменилось. Она, значит, подошла ко мне, обняла меня. Обняла. Изменилось просто я очень, очень изменилось. Я говорю, нет. Я говорю, я не знаю. Все равно я вас не знаю. Ну уж, если вы пришли, говорю, проходите, я вас чаем угощу на кухне. Проходит в комнату и говорит, я ведь вообще-то приехала с грозом. Мне надо его растаможить, и мне нужны деньги. А у меня вот только 35 тысяч. Я говорю, а сколько нужно для растаможки груза, она говорит. Как минимум 120 тысяч. У вас есть какие-то деньги, я эти вам возвращу, все потом. Ну и я, как дура, достала деньги, 41 тысячу, и ей дала. Людмила, вы Суевина познаете? Как свой поступок можете объяснить? Зачем пенсионер обманули? Просто мне кажется, они зомбируют. Вот я смотрю, ее не узнаю, но я деньги все равно ей отдала, достала и отдала. Я не знаю даже, я не думала, что вообще когда-нибудь может со мной такое произойти. Вообще не думаю. Я хочу прощать, прощать, пожалуйста. Уехать домой, я не знаю. Уехать домой, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. 180 на 100. Мама страдает гипертонической болезнью, уже все таблетки выпили, дополнительно я ей сегодня давала. Но, видимо, на фоне вот этого эмоций негативных, у нее оно никак не снижается. И в конце жизни, в пенсионном возрасте, когда они стали слабые и чувствительные, развести так вот просто нет никаких оправдательных слов. Я простила, даже вопросов нет. Простила. И я надеюсь, что она больше этим делом заниматься не будет. Кстати, несмотря на то, что многие потерпевшую Людмилу Стойку простили, ее все же ждет уголовная ответственность. По статье и грозит до пяти лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова